Сегодня поговорим о небольшом, но легендарном самолете. Как вы думаете, какой самолет на сегодняшний день самый массовый и продаваемый в истории авиации? Аэробус А350? Боинг 747? Конечно нет! Это Cessna 172. С 1956 до 2020 года было построено более 44 тысяч таких самолетов. А еще вам будет трудно найти пилота, работающего в отрасли сегодня, который не налетал бы достаточное количество часов в кабине Cessna 172. Что же такого особенного в этом маленьком самолете? Сегодня мы и будем это выяснять. Усаживайтесь поудобнее, чтобы послушать об этой модели самолета необычные факты, а также о вкладе Cessna в историю авиации. Почему же Cessna 172 стал любимцем летных школ всего мира? Во-первых, это прочный, крепкий и предсказуемый самолет с надежной авионикой. Во-вторых, у него отличная грузоподъемность. В-третьих, хорошая скороподъемность по сравнению с другими легкими учебно-тренировочными самолетами. В-четвертых, он недорогой в эксплуатации и обладает замечательной надежностью. Итак, этот самолет прост в управлении благодаря своему аэродинамическому дизайну, гармоничному управлению и плавным манерам полета. Кроме того, конструкция с высоким крылом и круговое заднее окно обеспечивают пилоту четкий обзор местности, а низкая посадочная скорость, благодаря отличным закрылкам, делает посадку самолета довольно простой. А как начиналась история самого массового самолета? Cessna 172 — одномоторный моноплан с высокорасположенным крылом и цельнометаллическим корпусом. Задумывался как летающий автомобиль, а стал легендой, классикой гражданской авиации и летающей партой. Этот американский четырехместный самолет производства Cessna Aircraft Company совершил первый полет 12 июня 1955 года. Это был мгновенный успех, и уже в 1956 году, в первый полный год его производства, было построено более 1400 самолетов. С тех пор он находится в непрерывном производстве, за исключением периода с 1986 по 1996 год, когда более строгие законы в Соединенных Штатах препятствовали производству всех легких самолетов. Но уже в 1992 году Cessna Aircraft Company стала частью Textron Aviation. Cessna 172 была разработана на основе Cessna 170 1948 года. История гласит, что инженеры Cessna столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны отдела маркетинга, когда они предложили построить самолет с трехопорным шасси вместо хвостового колеса. В конце концов, инженеры победили, и Cessna 172 с трехколесным шасси пошла в серию. Кроме того, конструкцию самолета сделали более прочной. Вместо тканевой обшивки, натянутой на силовой набор, применили дюралюминий. Получившийся самолет оказался настолько прост в управлении, что отдел продаж Cessna использовал в рекламной компании термин Landomatic, то есть способный к автоматической посадке. Первоначальная Cessna 172 оснащалась горизонтально-оппозитным шестицилиндровым поршневым двигателем Continental O300 мощностью 145 лошадиных сил. Позже были установлены другие двигатели. Нынешняя модель 172S, представленная в 1998 году, оснащена модернизированным четырехцилиндровым прямым приводом, горизонтально-оппозитным двигателем с воздушным охлаждением и впрыском топлива, обеспечивающим максимальную крейсерскую скорость 230 км в час. Максимальная дальность – 1185 км. Начиная с модели 2012 года, было несколько достойных обновлений. Garmin GTS 800 TAS с поддержкой ADC-B обеспечивает направленные звуковые оповещения о движении и автоматически включает посадочные огни, когда цель движения приближается. А 10 лет спустя в модели 2022 года Cessna 172S появилась интегрированная кабина экипажа Garmin G1000 NXI с входом и выходом ADC-B, беспроводной базой данных и загрузкой плана полета, индикацией угла атаки и электронным резервным прибором Garmin GI 275. Что же еще интересного и необычного скрывается за Cessna 172? Именно этому малышу принадлежит мировой рекорд продолжительности полета. Рекорд был установлен 4 декабря 1958 года пилотами Джоном Куком и Робертом Тимом на новенькой Cessna 172. Взлет произошел с аэродрома Маккарен в Лас-Вегасе. Перед пилотами стояла главная цель — побить мировой рекорд продолжительности беспосадочного полета, поставленный в 1949 году. Тогда самолет сходного класса с экипажем из двух человек провел в воздухе 46 дней. Задача оказалась не из легких, но пилотам удалось установить новый рекорд. Они оставались в воздухе 64 дня, 22 часа 19 минут и 5 секунд. Наконец, 4 февраля 1959 года они приземлились на аэродроме Маккарен в Лас-Вегасе, штат Невада. Между прочим, рекорд стоит и по сей день и доказывает надежность и эффективность Cessna 172 Skyhook. Это самый легкий спортивный самолет с широким модельным рядом. Базовая модель 172 появилась в ноябре 1955 года как модель 1956 года и оставалась в производстве до тех пор, пока не была заменена моделью 172A в начале 1960 года. Она была оснащена шестицилиндровым двигателем воздушного охлаждения Continental O300 мощностью 145 л.с. и имела максимальную полную массу всего 2200 фунтов. Было выпущено более 20 вариантов Cessna 172, плюс несколько специальных версий. За свою долгую жизнь Cessna 172, естественно, претерпела ряд модификаций, модернизаций и улучшений, оставаясь при этом верной своему первоначальному прочному дизайну. Все 172 Skyhook имели крылья на верхней части фюзеляжа. Это одна из причин, по которой курсантам-пилотам так легко летать на самолете, поскольку крылья расположены на крыше, а не под фюзеляжем. Это хорошая функция не только потому, что она дает вам некоторое укрытие при выходе из самолета в дождливый день, но и для статической поперечной устойчивости самолета. Это означает, что самолет будет очень устойчив в полете. Еще в 1960 году базовая модель Cessna 172 Skyhook стоила всего 9000 долларов. В настоящее время современный Cessna 172 Skyhook стоит от 100 до 300 тысяч долларов. Лучше и быть не может. Cessna 172 работает на новейшей авионике. Нынешний Cessna 172 Skyhook, модифицированный Textron Aviation, оснащен новейшей технологией, интегрированной в бортовую авионику, которой является Garmin GL-100 NXI. Новый модифицированный самолет от Textron Aviation имеет такие функции, как стандартный вход и выход ADC-B, дополнительная беспроводная база данных и посадка на летный самолет, интегрированные карты в разрезе по PvP, графики IFR High и Low в ночном режиме, ком, частотное декодирование, выбираемые визуальные подходы, дополнительный наземный дозор для обеспечения безопасности на взлетно-посадочной полосе, улучшенная графика и более быстрая обработка, улучшенный джойстик и более плавное панорамирование, упрощенное обслуживание. Вы можете летать до 6 часов без дозаправки. С полностью загруженными топливными баками Cessna 172 Skyhawk может летать до 5-6 часов в хороших погодных условиях. При скорости 110 узлов или 200 км в час это соответствует поездке между Стокгольмом и Амстердамом без остановки для дозаправки, если условия идеальны. Cessna 172 наиболее часто из всех легких самолетов снимается американскими кинематографистами. Это любимый самолет Джеймса Бонда. Но не все Cessna 172 были построены в Америке. Он известен как американский самолет, но вы можете быть удивлены, узнав, что 1436 самолетов Cessna 172 были построены во Франции. С 1965 по 1971 год компания Реймс Cessna построила Cessna 172F. В этой модели закрылки с рычажным приводом заменены на электрические. Он также был основой для Т-41А Мискалера ВВС США основного учебно-тренировочного самолета. Если вы хотите начать карьеру в авиации, мечтаете получить лицензию пилота, то Cessna 172 идеально для этого подходит. Я надеюсь, что сегодня вы действительно разобрались, почему этот самолет стал самым популярным самолетом в мире. Если понравился выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А мы будем вас радовать новыми, не менее увлекательными выпусками. До встречи в следующем видео.